Мы у танковой директрисы близ Ютербок 2, вышка управления, мы к ней подойдем. За спиной у нас Ютербок. Развернемся. Вот мы развернулись, и бетонная дорога. Она выходит туда, на территорию стадиона, туда поближе к стадиону, к водонапорной башне. Да, или же к верхнему парку боевых машин. Ютербок 2. Сейчас дорога-то не используется, там завалено деревьями срезанными. Но есть другие маршруты, как можно попасть сюда. без этой дороги. Эта дорога многим памятна. Кто проходил воинскую службу, Ютербок 2. В составе группы советских войск в Германии. Пробежки утренние. Очень хорошо тут получалось. Да, это мы отвлеклись. Вот мы пошли к этому объекту. Здесь ранее был заборный забор. Вот такое ограждение существовало. Это шпалы. Здесь же вот тут столбики ограждения. Да, вот так метров 50. Слева площадка бетонная, там где техника останавливалась. Ну, как правило, техника. Командование проезжало сюда. На танках здесь не ездили. На танках ходили чуть ниже. Вот еще также здесь шпалы лежат. Шпалами мощенная дорога. Шпалы бетонные. Такой универсальный материал. Шпалы беушные. На возвышенности этот объект. А внизу там уже директриса. В правую сторону там будет огневой городок. Внизу другие объекты. Директрисы. Вот так прямо. Новый лагерь. 26 марта 2024 года. Мы до беденого времени были на территории арт-бригады и других частей. Делали видео. Было солнечно. Хорошая солнечная погода. И сейчас хорошая погода, но не солнечная. Весна. Прохладно. Завтра ожидается 19 градусов. Ну, посмотрим. Сбудется ли этот прогноз или нет. Во всех помещениях мы были. Поднимались наверх. На самый верх. Была возможность подняться. Были лещенки слева-справа. Сейчас нет такой возможности. И мы видели, сверху мы видели башню водонапорную. Которую вот так прямо. Вот еще. Опять эта дорожка. Она выйдет туда. Эту водонапорную башню. Обычно мы заходим вот там, с левой стороны. Мы пойдем вправо сейчас. Там где-то есть еще ступеньки, ведущие вниз. Посмотрим, сможем ли мы туда подойти. А тут есть как будто дорожка. Обозначение дорожки. Подобные вышки встречаются у танковой директрисы Иторбовского учебного центра. Там где танковая БМП-директриса. Без верху, без этого, без такой, без колпака, да. Без крыши. Такую же встречал на территории полигона Форцина. Если ЖД, перейдем со стороны расположения Форцина. Там где оптовая база. И мы наткнемся сразу на вышку. Мы там были пару лет назад. Если не три года. Кое-как нашел, кстати скажи. Невозможно там уже найти чего-либо. Все можно, но надо постараться. Мы постарались и нашли. Мало кто, конечно, вспоминает. Это уже другой разговор. Вот здесь уже вниз. Торпинка. Живот, наверное, топтали. Им ступеньки не нужны. С этого ракурса посмотрим. Вот. Как она выглядит. Вышка. Территория, где мы сейчас ходим с вами, это заповедник. Заповеднику все эти объекты, конечно, не нужны. Но пока они мешают, я так часто говорю, пока они не мешают, они еще существуют. И пока есть возможность, мы делаем фото-видео. Буквально минут 20 назад мы находили с вами объект, который я бы звал. Вот этот. Что тут хуторылся. Вот так, обоины. Смотровой ямы для танков. И подобных объектов тут хватает, только искать надо. Где-то здесь должны быть ступеньки. Внизу, это мы на возвышенности, внизу как раз объекты, которые танковые директрисы. А вот ступеньки. Элементы ступени. Ты помнишь, что они были? Вот бетонные ступеньки. И пошли мы вниз. А вот они как. Куда они там уже шли? Ух ты, что-то я быстро чуть не скатился. Вот мы куда уже спустились. Да. И вот внизу, вот туда, этот яр, там как раз объекты директрис. Ну, в ту сторону ввелся огонь. В правую сторону, там находится огневой городок. Вот туда внизу. Ах, вот мы где спустились. Вот куда. Вот ступеньки еще есть. Мы их обошли. Вертел солнце, как раз вышка. И вот если вниз пойдем сюда. Это все ступеньки еще есть тут. Ну, да. Для комфорта. Вот эти ковички. Пошли вниз. И вот начинаются объекты, которые вдоль директрисы. Ковички слышны. Велосипед мы бросили с другой стороны. Вот мы спустились вниз. Вот объекты, о которых я говорю. Нет, там ничего тут не видно. Все это заросшее. Вот как раз эта дорога. Развернулись вот так. Пойдем туда, там как раз огневой городок. Ну, а здесь вот танки горцевали. По карте хорошо видно места, где они ходили. Вот вышка. Сверху видно. Подобные встречал объекты на танковой БМП-директрисе. Петербургского учебного центра. Там туда, в сторону от Талтыш-лагеря. А это я напоминаю от Петербурга недалеко. Вот вышка там. Сверху. Нам теперь как-то наверх подняться. Надо. Даже если мы не поднимемся тут с камерой, то мы все-таки обошли объект. Кое-что видели. А вот там остались элементы фундамента. Там какие-то были объекты. Построены. Сейчас нет, конечно. Вот видно направление. Сверху вышка. И мы здесь будем сворачивать влево и на подъем. Там еще есть объекты такие же белого кирпича силикатного. Вон видно фундамент. Ну вот тут на подъем спокойно можно. Ну не спокойно, но можно подняться. Прямо. Если пойдем, 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 там будет уже ноис-лагерь. Да, временем сейчас. Начало пятого. Градусу, наверное, десять тепла. Вот нет, ветерок дунет. Завтра будет потеплее. По прогнозу. Посмотрим. Это животное тут. Вон, вышка. Мы все вокруг ее идем. и так, наверное, назовем видео. Позвание будет вокруг вышки. Лышкой. мы вышли тут тропинка есть. Обошли мы этот объект. 26 марта 2020. 2020. Четвертого года. Вышка. вот слева там внизу как раз объекты, которые мы видели. посмотрели. И на выход туда к велосипеду уезжаем. летний период, можно сказать, весенний, летний, осенний в окрестностях выбросают овец. сюда их привозят и нагуливают. Набирают вес. Вот там внизу. Там, где у нас велосипед, это правее. Там видно, что пустырь. Пастбище. обошли ступеньки вне, идущие вниз. Транспортное средство. И мы завершаем видео. До свидания. До новых встреч. Надеюсь, было интересно. До новых встреч.